пожалуйста вернемся к нашим баранам директор компании хочет сигануть с моста а мы хотим сейчас с ней наверное поговорить и не позволите это сделать или как минимум узнать по какой причине она хочет сигануть с моста вот на этом как бы мои полномочия все а самое важное в этой игре то что здесь можно смешивать текилу водку бурбон и абсент и людям это нравится держу в курсе тем временем тем временем это наш друган короче друган главного героя или один из главных героев привет милый ой ты наконец решился про синие шепота и про красную хуйню думаю не стоит там объяснять потом когда будет чтобы все ну по порядочку объяснять можно было ой ты наконец решился да я пойду к ним совсем что у нас есть слушай я в довольно щекотливом положении хорошая новость нашел исполнительного директора джану сэфтис плохая новость она собирается прыгнуть с северного моста посмотрим что я могу сделать ты встретился с эдгаром колстримом я направила к тебе а он тебе об этом сказал неловко вышло ладно мне пора пока неплохой вид правда ты выбрала красивое место чтобы покончить с собой все эти синенькие желтенькие квадратики полные людей которым плевать друг на друга а еще горстка придурков вроде нас которые не перестают бороться за право жить как они хотят видок вернулся вернулся все отлично надо будет неки написать подождите неки напишу что я там это а то она вроде бы интересовалась этой игрой так или она здесь на канико она тут но вдруг не слышит я в стиме написала просто я помню в доту играла я отписала в общем вот горстка придурков вроде нас которые не перестают бороться за право жить как они хотят это вот сейчас как раз речь идет о группировке лунтарей мягко так скажем отлично нек отлично попалась попалась сама напросилась просто говорила что тебе это важно и интересно я написала извини пожалуйста я бы хотела чтобы все это просто испарилась так надо пытать и ближе чтобы не дать ей прыгнуть спокуха приближение увеличивает напряжение так что придется отвлечь ее разговором прежде чем подходить надо присматриваться к языку ее тела ребят я женщина но понятия не имею что за язык у женского тела есть так что если у нас есть альфачи в чате которые познали немало женщины и щелкают их поведение как орешки то добро пожаловать благодарю если слишком нервничать надо держать дистанцию ладно пора проявить талант не возражаешь если я спрошу почему ты решила вот так все закончить я не вижу иного пути и ни для кого из моих близких его нет суперконтинент изменит мир деньги не принесли счастье а только приблизили конец теперь цели так спутались что я даже не помню когда мне стало наплевать слышите звук выдыхание дыма до душевненько душевненько не люблю когда на меня давят игры и давят люди и тут как бы женщина вот-вот себя гонят с моста и я что-то трошки переживаю цели спуталишь и даже не помню когда мне стало наплевать и и в играх проблема в том что вот эти фразы по сути могут значить немножко не то что ты вкладываешь смысл что сказала все отстаньте ты могла бы направить жизнь в новое урусла целям свойственно меняться это человеческие конструкты и люди не перестают меняться если твое видение больше не совпадает видением компании освободись я не вижу в этом трагедии никогда не меняться вот что угнетает новое русло почти успокоилась заходим на пределе понял еще побазарим сейчас северный мост всегда отличался прекрасной перспективой внутри этого бетонного лабиринта легко потерять себя среди потоков данных и уведомлений про мост сан-франциско нет я документалок в жизни наверное смотрел очень очень мало если не считать конечно документальных фильмов про динозавров в детстве в детстве все любили динозавров так что думаю тут меня все поймут мы почти не видим куда ступает наша нога черт я уже отклонил два чата со своего мозгового диска пока мы разговариваем но здесь глядя на эту скалу посреди океана мы можем просто пойти в другую сторону и оставить город под позади это не так просто пожалуй мы слишком глубоко вмуровано в бетонные фундаменты этих небоскребов модуль ариадная а я вот сейчас тебе не скажу потому что там короче по моему была решимость решимость я не брала я брала эрудицию если не ошибаюсь сейчас тебе скажу точно где это было да эрудицию забирала смотрите саня у себя в голове вот кстати по поводу имплантов вот непростые импланты которые типа потерял конечность держи новую руку это типа крутые импланты вот у него например есть мозговой диск сами думайте что это значит слишком глубоко вмуровано в бетонные фундаменты этих небоскребов но подумай только что ты теряешь деньги власть ответственность лицо время судьбы цивилизации хм да и это тоже хех Влад на мосту стоит бедолада почти успокоилась заходим как тебя зовут она уже сама задает нам вопросы это заебись бренды зачем ты это делаешь ты нужна мне чтобы победить суперконтинент твое сознание тебя убивает из-за того что пытаешься из-за того что пытается провернуть компания так с твоей помощью мы можем с ними бороться а ты и скупишь все сделанное прежде я просто не могу с ними бороться черт собралась прыгать бля слушай ты из проксимы я не их член но мы частенько сотрудничаем наверняка думаешь что я обрекла этот город да это грубовато наверное будет да нет и многовато на себя берешь по всему миру бесконечное количество сил работающих без устали чтобы поиметь нас и всю планету пока мы тут треплемся я считаю что если тебе хватает совести прыгнуть с моста из-за чувства вины я уверен что все твои деяния в суперконтиненте не сравнятся в итоге с уроном наносимым средним ублюдком делающим деньги но пб о мы его саботируем разве я не говорил как пойдем со мной покажу вроде бы получше но расслабляться рано меня пугают обе стороны ограды одна конец всему но другая меня пугает еще больше тогда просто оставайся на ней это была метафора я знаю оставайся на ограде джанна жизнь делится не только на черное и белое когда ты ступишь на землю тебе не придется никак искупать вину вот это похоже на совет не грусти челу который находится уже долгое время в хронической депрессии подержи подержи революцию хуй знает это какой-то слишком глупый вариант вот для меня он бы подошел но тут как бы женщина взрослая директор компании я слышала про девушку умершую в нашей клинике я сегодня проснулась с дурным ощущением а новость о ее кончине просто перевернула во мне все ее знал да ее звали Ариадна она была моей хорошей подругой господи прости меня спасибо мне так жаль но ты знаешь Ариадна погибла делая то что любила если не суперконтинент мы бы просто выбрали другую цель это у нас в крови некоторые люди не могут без борьбы я бы лучше погиб при ограблении чем у себя на диване какой глупый способ закончить свою жизнь это мне говорит человек стоящий на перилах северного моста хех вот этот интересный пунктик а что если я скажу тебе что понимаю почему ты проходишь через это в каком смысле я знаю почему ты сбежала из суперконтинента что как откуда ты это можешь знать что же еще ты обо мне знаешь о не пойми меня неправильно мы только встретились я тебя почти не знаю но я знаю что привело к таким резким изменениям в твоем поведении Проксима проникла в имплантационную клинику суперконтинент и установила тебе бунтарский чип нет они не могли так я поэтому полное раскрытие я не очень разбираюсь в устройстве этих имплантов оно не может внушать мысли напрямую но программа воздействует на подсознание и вытягивает в сознание определенные идеи бунтарство сочувствие по моему грязный трюк но если честно программа не внушает того чего на самом деле в тебе нет что бы ты сейчас не ощущала это не искусственное это на самом деле твои идеи но у них изменен приоритет так что ты больше не можешь просто игнорировать их так мило с твоей стороны объяснить какая муха меня укусила но какая мне разница это мой новый разум а дело в том что я не только знаю как это работает я знаю как это отключить если пойдешь со мной я с радостью избавлю тебя от нее ты это можешь? да я не любитель ментальных манипуляций я сделаю это бесплатно хорошо я подумаю ачивочку дали отлично кажется она успокоилась пора подходить немного потерял ее как люди вообще становятся исполнительными директорами я имею ввиду ты с детства мечтала стать им? тех вовсе нет я хотела стать солдатом серьезно? я не могу представить сочувствующего человека вроде тебя убивающим людей на поле боя ну я хотела стать секретным агентом спасающим мир скрытно никого не убивая но когда я узнала что такое настоящая армия ну я решила что буду сражаться в офисе перед тем как устроиться в супер континент я возглавляла свою компанию оказывавшую гуманитарную помощь это круто а что изменилось? в каком смысле? зачем ты вступила в корпоративную игру? потому что супер континент другие то чем мы стали сегодня это просто извращенная версия нашего самого искреннего желания лечить общество но я думаю я могу гордиться большей частью того что мы сделали для города да вы почти одурачили меня когда полностью истребили коррупцию в полиции мне так жаль как я могла быть так слепа я чувствую себя идиоткой из-за того что купилась на эту херню с ОПБ если бы вы могли все остановить мы остановим я обещаю горстью успокою ой бля сейчас опасно было ладно хоть правильно правильно курсор наведен был извиняюсь потеряла я брендейс я думаю что люблю тебя нихуя себе о вот сейчас было внезапно у меня внутри все спуталось я смотрю на волны нарядь в отражение города я вижу себя маленькую тень на отражение моста я больше не знаю кто я жизнь это больше не имеет значения но у меня горит в груди я не могу сопротивляться этому чувству я собираюсь умереть зачем мне отказывать себе в последнем любовном признании я люблю тебя брендейс перестань ты даже не знаешь кто я мне кажется ты первый человек с которым я откровенно разговариваю с тех пор как я была ребенком хм какое бесполезное существование наверное мне пора заткнуться и прыгать да нет пойдем со мной а ты меня любишь не в романтическом смысле хотя почему нет черт возьми я люблю тебя джанна и я знаю множество людей с которыми ты можешь искренне говорить хоть каждый день мы любящая семья революционная партия почему бы тебе не отдать свою жизнь нам а не океану я думаю нас будет уютнее чем среди ревущих неоновых волн забери меня с собой как бы да стал прыгать в смысле а зачем а почему бути ну ты что ее дело в смысле ее дело бывают такие ситуации когда в жизни происходит такой тотальный пиздец что ты уже не знаешь просто что делать ты не знаешь кому обратиться потому что сколько бы у тебя ни было друзей сколько бы у тебя ни было поддержки ты просто сам запутался и творишь дичайшую хуйню иногда просто нужен прям сильный толчок от блин от любого человека пускай даже незнакомца который просто скажет тебе что-то дельное и у тебя в башке что-то перемкнет и ты поймешь что сам был неправ не знаю тут по-моему немножко другая ситуация Влад никаких планов сугробов мы договаривались да вы дураки вонючие шутите одинаково никакого уважения меня ж забанят за пропаганду Супа почему здесь пять вариантов было фоточку а я уже так делала я находила фоточку с тем челом Брендис возвращается он ведет с собой Джоанну ему удалось переманить ее на нашу сторону да молочина Брендис Слонован могу я спросить почему ты вышвырнул Эдгара из бара я не ожидала что ты настолько выйдешь из себя мне кажется доктор колдстрим ценный ресурс для твоих планов мне удивительно что ты решил выгнать его вместо того чтобы вытащить больше информации это было непрофессионально с моей стороны да бля я вот не помню разговор с Эдгаром этим хочу встретиться узнать о механизме узнали что то я не помню типа я могла его не выгонять или что это скрытая эмоция интересно как ее открывать наверное нужно было в середину да там было две эмоции слева две эмоции справа надо было наверное в середину хотя нет это было непрофессионально с моей стороны да кажется я научился этому брендейса правильный выбор не всегда самый лучший возможно я усложнил наши дела но черт возьми разве я не сделал себя счастливее ни о чем не жалея я почувствовала как заметно вырос уровень твоей тревоги поэтому я сделала вывод что выкинуть Эдгара тебя заставило чувство самозащиты но было интересно узнать как ты объяснила это себя с тобой невозможно сделать вид что ничего не произошло что так тебя встревожило в алгоритме зеркальных нейронов вот когда если выбирать первый вариант ответа это значит что он имеет ввиду только самого себя или все человечество наверное все таки нет только себя да если азайн будет запущен человечество будет обречено общество превратится в операционную систему на которой корпорации будут запускать нужные им программы благодаря СМИ и технологиям они уже получили достаточно контроля что еще им нужно что еще они могут взять с нас а не хочу тебя расстраивать но твои шансы остановить все это ничтожно малы так что если вдруг я когда-нибудь буду отвечать за зен ответишь на несколько вопросов о том где провести границу настраиваю общественное психическое благополучие а это неплохая идея своего рода подстраховка и шанс на революцию если у нас не получится тогда давай поговорим о первоначальном назначении ОПБ как мне следует регулировать депрессию и тревогу не регулируй это позволь нам находиться в депрессии страдание является неотъемлемой частью человеческой жизни позволь нам нуждаться друг в друге позволь нам просить о помощи могу ли я позволять людям совершать самоубийство я конечно понимаю что правила отвечая пусть грустят до встречи через неделю давайте сейчас всем чатом сделаем вид что никто не видит что я говорю что я отвечаю да как бы это ни было больно люди должны сохранять за собой право делать со своими жизнями что им захочется даже оборвать их так теперь о насилии могу ли я разрешать совершение изнасилования так 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 стопе стопе тут дело совсем другое совершение изнасилования нет это абсолютно другие вещи не надо мне тут общество пытается бороться с этим уже долгое время и до сих пор не приблизилось к какому-либо решению в смысле нет в прямом самоубийство это дело дело касающиеся тебя самого ты сам делаешь выбор изнасилование это ты руинишь жизнь другому человеку все как бы по-моему все элементарно если азен будет приведен в действие пусть хотя бы изнасилование исчезнет из нашей жизни могу ли я позволять людям совершать убийство нет я не вправе судить ничьё поведение но если это поможет спасти жизни пусть азен исключит убийство могу ли я позволять существовать таким видом вражды как ксенофобия и гомофобия а вот ксенофобия это что вопросик опять таки повторюсь я быдло я глупая женщина ксенофобия у меня со словом ксенофобия сразу инопланетяне почему-то ассоциируется наверное с ксеноморфами вот 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 против всего чужого чужому иностранному как красиво только по умному понял но это странно это по отношению к людям идет или к чему более конкретно можете мне объяснить типа что подразумевается под всем иностранным религия нация нет плохо нет я же правильно ответила могу ли я бля неправильно надо было да отвечать да я проебалась все отстаньте простите пожалуйста если азен заработает пусть все это исчезнет все нормально причины вражды по принципу национального религиозного все понял спасибо я проебалась я забыла вопрос истребить ксенофобия гомофобия не все правильно так хотелось могу ли я позволять женщинам оставаться угнетенными чего женщин сегодня уже не угнетают оу в чем дело мой анализ до этого времени не показывал что ты настолько глуп ай-яй-яй блять прости но я правда верю что не переживай из-за этого давай продолжим агара думает что ты глупый спасибо следует отметить что ты немного лицемеряшь почему ты так считаешь ты категорически против азен но не возражаешь против его применения там где это касается тебя может ты просто против того как они собираются его использовать нет все что я сказал касалось случая если мы не сможем его остановить но ты мог просто сказать мне совсем не влиять на людей это было бы то же самое как если вам это удалось что ты хочешь этим сказать блин ты уже высказалась но если азен заработает просто делай как я сказал хорошо если случится так что я получу управление алгоритмом зеркальных нейронов я буду поступать именно так как ты предложила знаешь мне кажется в тот момент когда ты похвалил меня при дгаре испытала чувство которое можно назвать приливом счастья спасибо тебе большое донован ирвинг тебе удалось добраться до нашей подружки юристки наима класс должен признать я не думал что тебе удастся сломать кого нибудь вроде нее что ты убил ее что что и что она знала хорошо я запишу не я уже позаботился о джане то есть она не знала об азен новый генеральный директор суперконтинент 15-летняя девчонка по имени Ратхика ага я тоже удивлен похоже Ратхика организовала несколько убийств а избавилась от джека гейнера что Ратхика воспитывалась акарой а то есть по сути вундеркинд прошел особое когнитивное обучение у старой версии искусственного интеллекта жуть доктор колстрим создателя кара ага я в курсе то есть правительство действительно покрывает суперконтинент с их проектом ОПБ мы в жопе все совершенно законно понятно хорошо спасибо ирвинг ты мне очень помог только в следующий раз пожалуйста постарайся избежать причинения вреда так будет проще для всех участников да я выиграл эту игру и по моему он грохнул юриста хотя и не хотелось чтобы она чтобы чтобы она в итоге оказалась мертва но не знаю возможно он просто пытал на такое и да самое главное не надо блин убивать клиента если тебя об этом не просили ладно пока брендес и джоанна вот-вот зайдут в дверь зачем он ее грохнул джоанна это мой друг донован донован это джоанна исполнительный директор суперконтинента добро пожаловать в бар как дела в порядке спасибо гораздо лучше с тех пор как твой дружок деактивировал тот неконтролируемый имплант который был во мне а ясно значит ты больше не на нашей стороне не совсем возможно брендес освободил меня от влияния импланта но я не могу игнорировать открытие которое я сделала под его воздействием в конце концов я уже переживала серьезный психологический кризис до того как это дерьмо добило меня все это просто открыло мне глаза не ощущала подобного чувства ясности со времен работы в НКО что ж я рад что ты теперь на нашей стороне для справки не учитывайте меня членом вашей революционной ячейки я все еще верна суперконтиненту я просто хочу чтобы вы помогли мне направить его в нужное русло конечно как скажешь а это андроид окара ага и не просто какой-то андроид окара а тот самый что установил тебе этот имплант прозрения ты у меня всего один вопрос я понимаю что в твоем распоряжении было несколько опций почему твой выбор пал именно на эту мне жаль обычно я руководствуюсь логикой в своих действиях Мунфур привет кто это тут грубиянка а я не грубиянка я добрейший души человек если меня не злить но в этот раз я не знаю что то внутри сказала мне сделать так забанила тебя где и когда тут на 7 часов я не альтабалась никогда на пикач чтобы забанить тебя и плюс у меня недостаточно прав чтобы банить кого-то в чате пикача я сама толком не знаю как это дерьмо работает ну в том плане что там вроде есть что то типа какой то карма так вот она у меня нулевая так что это была не я прости сори за минус уши у меня что то это сломалось но в этот раз я не знаю что то внутри сказала мне сделать так что то говоришь вдохновение у машины как прекрасно и жутко прекрасно и жутко штаб мировые революции вроде архиклаба не знаю насчет архиклаба не знаю насчет мировой революции они вроде бы работают просто против вот этой вот новой системы общественной психологической безопасности как то так она звучит вот прекрасно и жутко следи за своим языком бренды благополучие прости пожалуйста прости у меня очень плохая память на умные слова и аббревиатура следи за своим языком бренды за время что я провел сакарой я понял что у нее есть свое собственное крошечное сердце упс в любом случае давайте сосредоточимся на более срочных вопросах завтра будет наша лучшая возможность установить общественное психическое глуполучие и алгоритм зеркальных треплонов каким образом завтра мы будем переносить большую часть нашей сети на более мощный сервер на котором можно будет запустить АЗМ все скатилось в хуйню почему от чего ты хотел ты хотел дальше мешать коктейля мы ж пока не знаем чем игра закончится не рановато ли выводы делаешь пока все не подписано запечатано и готово к отправке есть еще много лазеек через которые спец типа бренды может пролезть я бы смог выполнить свою работу и после завершения миграции но из-за хаоса наверняка появится бреши через которые я смогу вторгнуться он всегда выпендривается слушай бренды единственный способ получить контроль на ДЗН через административный офис башни суперконтинента самая слабая охрана будет в офисе Адриана Фергюсона финансового директора его не должно быть тыкнека блин тут смотри столько всяких ответвлений наверняка и концовка не одна так что может там есть все таки хэппи-энд по логике вещей то типа он должен быть наверняка один хэппи-энд какая-нибудь нормальная концовка и типа хуёвая самая слабая охрана в офисе Фергюсона у финдиректора его не должно быть да он получил мерзкий имплант такой же как и ты надеюсь он найдет лучший выход из этого чем я и так я проберусь в офис и взломаю к чертям АЗН это будет сложнее в век нейронных хакеров и кибервойн наш новый генеральный директор разработал систему чтобы быть на равных борьбе против ваших методов они полностью ушли в аналог почти коммуникации между руководством и доступ к критическим системам в радиозен проводятся через допотопную телефонную сеть через что черт даже я не настолько древний когда я был ребенком их уже оставалось всего ничего это как телефон только на стене и с проводом мы с помощью этой штуки звонили бабушке с дедушкой я думала они разобрали всю сеть лет 20 назад нет так и есть эту приложили специально для нас даже если нейронный хакер сможет подключиться там используются другие протоколы для импланта это все будет на птичьем языке все контролируется числовыми командами голосовой активации повезло мне ага ты почти так же полезен как любой другой холоп без имплантов эй это не был сарказм я специализируюсь на социальной инженерии у меня установлен имплант в умод позволяющий мне копировать любой голос при наличии у меня достаточных биометрических данных так что поздравляю ты нашла ахиллесовую пяту в вашем неприступном бастионе тогда надеюсь у нас еще есть надежда следующее крупное препятствие наш текущий гендиректор что вы о ней знаете я знаю что ее зовут Радхика и что Акара занималась ее воспитанием это особая образовательная программа была разработана таким образом чтобы расширить ее интеллект до невиданных человечеству границ Матерь Божья это объясняет почему она так чертовски умна всего в 15 лет остается надеяться только на надежду ахиллес люль подожди ей всего 15 елки палки ты разведал всю эту хрень о ее обучении не узнал ее возраст я подумал что она взрослый человек не думал что ее возраст будет чем-то достойным вынюхивания справедливо но вам не следует недооценивать ее только из ее молодости она умнее нас троих вместе взятых и безжалостнее она уже вывела нескольких человек из игры если вы понимаете о чем я невероятно умная молодая социопатка с чрезмерной властью которая собирается захватить контроль над всем социумом окей теперь я официально напугана так что если вы собираетесь связываться с АЗН вам по любому придется иметь дело с ней будьте осторожны будь она хоть сто раз умна ей не по силам тягаться с прожженными старыми псами да Доналан просто будь осторожен чувак не парься ты же знаешь я всегда нахожу выход что то еще что мне нужно знать это все хорошо на этом моменте я беру ситуацию в свои руки Жанна тебе нужно вернуться в свой в бле 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 простите тебе нужно вернуться в свой офис в суперконтиненте и вести себя так как будто ты поправилась я поправилась ты понимаешь что я имею в виду просто будь там на случай если мне понадобится подстраховка изнутри теперь Доналан ты проделал отличную работу тебе стоит отдохнуть сегодня завтра ты мне будешь нужен свежим чтобы страховать меня по телефону я останусь здесь сегодня и сделаю тебе особый массаж чтобы вернуть тебя в форму что скажешь о да я заслужил это черт возьми всем спокойной ночи а завтра с новыми силами мы вступим в бой как только начнется миграция сервера суперконтинента все поняли прошу прощения я могу попробовать воспроизвести некоторые биометрические параметры тех кто был в баре поскольку я анализировала их всеполезная акара конечно достань мне все голоса проблема в том что это длительный процесс так что скорее всего я смогу подготовить срок только один голос окей а чей голос будет самым полезным так теперь сложно потому что читаю я вслух а когда читаю я вслух я нихуя не понимаю что я читаю и параллельно чекаю чат и пизда рулям голос нам нужен для того чтобы управлять какой то хуйней в офисе суперконтинента так по телефону говорить лариса баба которая хочет ебаться наима это юрист дианы и она вроде как уже мертвая эдгар это чей то там друган а диана наша подруга которая тоже работает в суперконтиненте так эдгар создателя кара ему хуй знает кто эдгар неплохо эдгар это не главный кто с кем будет разговаривать и как нам не проебаться по телефону мы будем разговаривать типа с девулей 15-летней или с кем я все проебала простите пожалуйста я не знаю с кем я буду разговаривать привет сань мое ничего отлично так раз наима мертва и я точно не смогу ей позвонить меня больше пугает тот момент что я выберу сейчас чей нибудь голос этот голос будет разговаривать с тем самым чуваком чей голос мы взяли а и и и и и и а и 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 Ну и к тому же, типа, общение живое. Потому что в доте я совета, блядь, не люблю, ненавижу. А тут, пожалуйста. Я вас понял. Все в моих руках, ладно? Ладно. Вопрос завершен. Видимо, там все АФК спят уже. Понял, принял. Ну, го, Диана тогда будет разговаривать. Доставь мне голос Дианы. Понятно. Я перешлю это на твой нейронный накопитель, как только все будет готово. Кто, Мари, готов, мистер робота? Ха-ха. Всем спасибо, все свободны. Завтра мы сотворим историю. Бля. Красота-то какая. Значит, это городской телефон. Ты пробрался в офис Фергюсона? Ага, я внутри. Ни одна сигнализация не сработала. Отлично. Вижу, ты нашел городской телефон, о котором говорила Джоанна. Мне рассказать тебе, как это работает? Конечно, если только это не заставит тебя почувствовать себя слишком древним. Заткнись и слушай. Ладно, устройсь поудобнее. Я правильно его держу? Слушай, он не сильно отличается от обычного телефона. Там, где подключается телефон, должна быть цифровая панель. Вот она. Тебе нужно просто щелкнуть по ней и ввести последовательность из девяти цифр, а затем дождаться совершения звонка. Ты также можешь использовать цифровую панель или клавиши цифр на клавиатуре в качестве клавиш быстрого действия. Класс. У тебя на нейронном накопителе должен быть записан номер телефона Джоанны, если захочешь попробовать. Конечно, я еще осмотрюсь вокруг, вдруг увижу какую-то полезную информацию для проникновения в ЭЗН. Я переключил свой накопитель в режим детектива, так что он будет автоматически собирать факты и важные данные. Я также загрузила у него голос Джоанны и тот голос, который подготовил для меня Акара. Этого должно быть достаточно для начала. Пожелай мне удачи. Удачи. Букет какой-то. Цветы синтетические, на ощупь как настоящие, зато стоят месяцами. Тут карточка. Хорошо, что вы вернулись, Адриан. Позвоните мне, и я веду вас в курс дела. Арон из HR 555025272. Мне, наверное, это надо куда-то записать, да? Это ж не просто так тут написано. Не надо? Ну ладно. Запомнится? Спасибо. Я раньше о них все узнаю. Ха! Что-то есть еще что-нибудь кликабельное? Записка. Ты жаловался, что комп не вписывается в твой фэн-шуй, так что я встроила его в потайное отделение. Чтобы им воспользоваться, активируй его с телефона. Все семерки и у тебя джекпот. Мы его поставим, как тебе будет угодно, когда вернешься, Фрэнсис. Обожаю стикеры. Постыд разглашаем коммерческие тайны с 1980 года. Кофе-варочка. Нет, я. Нет, не я. Какие-то документы похожи на расписание встреч. Обсуждение плана Джина Сайка. 5 июля, 10.30 в офисе 62. Исполнительный директор. Мотивация менеджеров среднего звена. 6 июля, 11 часов в офисе 12. Отдел кадров. Слияние с ECUK. 6 июля, 5.30 в офисе 56. Финдиректор. Следующие шаги 7 июля, 23.50 в офисе 0. Генеральный директор. Это на текущую неделю. Очень полезно. Твою мать, он же настоящий. На нем что-то выгравировано. Латынь, которую я не могу прочитать. Война мила тем, кто не сражался. Этот парень точно чокнутый. А кто настоящий? Я считаю, типа череп коровы. Ничего себе. Череп коровы, на котором на латыни что-то вырезано. Удивительно. Привет, Донова. Мне нужна твоя помощь. Что случилось? С чего мне начать? Уже застрял? Я думала, это твоя специализация. Эй, у каждого может быть плохой день. Ладно, ладно, не переживай. Я здесь, чтобы помочь тебе, как всегда. Я советую тебе для начала внимательно осмотреть помещение. Ты всегда говоришь, какое бешеное количество важной информации. Люди оставляют на стикерах в своих офисах. Так? Да, верно. Думаю, здесь найдется какая-нибудь подсказка. Спасибо. Что, на этом как бы мы, в принципе, все сделали. Все прокликали. Инфа есть. Наемный герой, оригинальный голос. Стоит опасаться так. Что-то у нас очень мало, на самом деле, инфы. А типа что, я могу их сейчас прокликать или... Или это номера, которые я могу набрать? Их голоса, понял. Варен из HR. Почему она не прокликивается? Потому что у меня нет ее голоса. Подсказки не принимаются. Просто контакты. Так, да, вот я голоса выбираю. Мы брали голос Дианы, правильно? А, все семерки точно, слушай, спасибо. Я совсем забыла про это, точно. Спасибо большое. Доступ к компьютеру, джек-пот. Нихуя себе. Так, покажи мне, что в тебе скрыто. Блин, ну, конечно, нужен пароль. Ты не можешь его взломать? Попробую. Люль. Было что-то такое написано здесь, нет? Ну, это ж не роутер, чтобы там админ-админ было. Че, на шару хуярим, значит, да? Мм, нет. Нет, машина-зверь. Было бы проще выбить пароль из владельца. Окей, мне позвонить выпутывальщику? Надеюсь, это была шутка. Не надо никому звонить, я постараюсь сам подобрать пароль. Самое время воспользоваться преимуществами неконтролируемых имплантов, которые Акара установила Фергюсона. Нужно найти способ связаться с ним. Стрим долго будет? Ну, пока у меня не... Окончательно, короче, не пересохнет в горле. Либо пока я не захочу спать, либо пока меня не заебет, либо пока я не пройду игру. Ладно. Во временных промежутках я не знаю, сколько это займет, правда. Че, нам нужно звонить Фергюсона, че шо? Я могу просто хуярить, или здесь просто нету пока нужного варианта? Тоже нет. А эта вся инфа еще где-то появляться должна, да? Нет? Или это автосейв? Это, наверное, значок автосейва. Но он же ничего нового не скажет мне, правильно? Я вот тоже об этом думаю. Вот тогда... Сейчас мы должны будем, наверное, позвонить нашей Джанне и узнать про Фергюсона, да? Или кому нам звонить-то? У нас много номеров здесь, а потом уже Карен будем звонить. Ей можно своим же голосом позвонить, правильно, да? Привет, Джанна, это Брэндэйс. Что тебе нужно? Не, я сейчас не меняла голос. Ну, типа, когда мы будем по делу звонить, придется, наверное, менять. Нужно связаться с Фергюсоном. Есть идея? Ммм, его сотовый выключен, а ты сейчас в его офисе. Так что, последнее, что мы можем попробовать, экстренную телефонную линию, которую он провел у себя дома. Но я не знаю номер. Его там нигде нет? Может спросить у HR? Ладно, будем надеяться, что у нас получится. Спасибо. Так, теперь, какова вероятность того, что Диане Мэйс понадобится номер Фергюсона? Можно же от Джана позвонить, правильно? Ладно, это все, наверное, не особо критично будет, да? Извините. Здравствуйте, это Карен из HR. Чем я могу помочь? Привет, Карен. Это Диана, как ты? Твой контракт с нами уже почти истек, да? Как жаль. Но такой талантливой девушке, как ты, не стоит переживать. Уверена, скоро они позовут тебя на новый проект. Я слышала, ты опробовала свой проект ОПБ на себе, да? Тебе помогло это справиться с твоей хронической депрессией? Ну такая ты, Карен, какого черта она знает об ОПБ и депрессии Диана, а не подруги? Да, я себя отлично чувствую, спасибо. Слушай, Карен. Мне нужно связаться с Адрианом Фергюсоном. Он сейчас не в офисе, а у нас довольно срочное дело. Адриан плохо себя чувствовал в последние дни, так что он сейчас отдыхает в своей вилле на берегу залива. К счастью, у него дома проведена экстренная линия. Вот номер. Та-та-та-та-та. Есть, спасибо. Пусть знает, что мы в Эйчар надеемся на его скорейшее выздоровление. Конечно, пока. Так, а теперь нормально ли будет, если мы с помощью голоса Дианы наберем Фергюсона и спросим пароль? Потому что она консультант-инженер, а голос Джаны Сэфсона как бы директор. Голос Карен юзать? Так я не могу. Надо, наверное, ее голосом звонить, да? Фин-директор, исполнительный директор. Я спрошу у нее пароль. У него пароль, наверное, да? Будет разумно? Кстати, можно сейчас позвонить самой Джане и спросить, типа... Нормально будет, если ты спросишь? Привет, это Брэндэйс. Что нужно? Ничего, извини. Тоже ничего. Ладно. Ноль инфы, поэтому... Могу тогда вот так хуярить. Алло. Адриан, это Джоанна. Нам нужно поговорить. Иди нахер. Кажется, имплант панка оказал серьезное влияние на Фергюсона, да? Угу. Ну, типичное общение как бы у меня в чате, да? Да. Алло. Добрый вечер, это Диана Мээс. Иди нахер. Угу. Понял, принял. Так. Теперь будем думать, что нам делать. Если я буду своим оригинальным голосом, блядь, звонить, он, наверное, иначе с ума сойдет, да? Я как бы больше других выходов не вижу, вариантов. Что? Адриан Фергюсон? Кто это? Катись к черту. Остынь, я не один из твоих подчиненных. Меня зовут Брэндэс. Я хакер, я пытаюсь вывести из строя ПБ и АЗН. И ты звонишь мне по нашей городской линии? А ты дерзкий пацан. Мне это нравится. Я звоню тебе в надежде, что ты захочешь помочь мне уничтожить в суперконтинент. Представь себе, захочу. Но откуда ты узнала о моем новом отношении? Мой напарник лучший информационный брокер в этом городе. Сменившись в сторону, финансовый директор слишком хорошая возможность, чтобы упустить ее, не думаешь? Дерзко-дерзко. Мне нравится. Чем я могу вам помочь? Прямо сейчас я в твоем офисе. Мне нужен пароль, чтобы получить доступ к твоему компьютеру. Ты не шутишь, а? Пароль Merge the World 4891. Мердж как переводится? Есть, спасибо. Что за черт? Пароль не подходит? Соединить. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, Фергюсон не пытается надуть меня. Приветствую. Привет, это Брэндэйс. Твой пароль не подходит. Эти ублюдки уже сменили его? Я всего один день не был в офисе, они уже перекрыли мне кислород. Прости, пацан, боюсь, не могу помочь тебе. Не знаю, не будет ли слишком спросить, но... Если ты пришлешь мне свой идентификационный медкод, я смогу воспроизвести твой голос через ВМОД и развести нескольких людей в компании, будто я это ты? Так у нас был бы шанс. Самый наглый пацан в городе. Хорошо, меня эта сраная система больше не волнует, так что убери, что тебе нужно. Мой медкод... Ту-ту-ту-ту-ту. Спасибо. Теперь нужно скинуть медкод Донова, но чтобы Акара постаралась создать биопрофиль Фергюсона. Слушай, я сделала для тебя все, что мог. Я больше не хочу участвовать в этих играх. Пойду лучше по пляжу прогуляюсь. Спасибо, очень помог. Отправлю тебе бутылку шампанского после нашей победы. Перегрызим глотку. Привет, Донован, нужна помощь. Фергюсон дал медкод. Можешь достать голос? Та-та-та. Красавчик. Акара уже занимается этим. Есть. Акара сейчас отправляет профиль Фергюсона на твой нейронный накопитель. Супер, уже получил его. Вы лучшие, спасибо вам, ребята. Давай, доберись до них. Так, теперь... Теперь я должна... Не туда нажала, извините. А, нужно позвонить, наверное, финансовому... Ой, HR-менеджеру. С голоса Фергюсона, правильно? И спросить, что, блядь, за пароль. Здравствуйте, это Карен из HR. Чем я могу помочь? Здравствуй, Карен. Здравствуйте, Адрин. Я думала, вы отдыхаете на своей вилле. Как ваши дела? Неплохо, спасибо. Вы можете спокойно отдыхать, если хотите. Не переживайте насчет сегодняшних планов. Радхика держит все под контролем. Мне уже лучше, и я хотела бы быть здесь, чтобы поддержать компанию в критический момент. Вы такой отважный, Адриан. Слушай. Кто-то сменил мой пароль, и я не могу получить доступ к своему компьютеру. Вот невезение. К сожалению, я ничем не могу помочь. Нужно позвонить Фрэнсису по этому поводу. Напомни мне, пожалуйста, его номер. Конечно, одну минутку. Вот. Технический директор Фрэнсис Коконетте. Записал. Спасибо тебе большое, Карен. Всегда пожалуйста. Такой смешной в очочках. Офис технического директора. В чем дело? Добрый вечер, Фрэнсис. В любом случае, нас впереди ждут критически важные дни. Понимаешь? Понимаю. Правильное решение, Фрэнсис. И какой тогда новый пароль? Я не хотела изменять твоему стилю, так что это дань уважения твоему идолу и приветственный подарок. Пароль Форк Паркер Бест Си Фи О? Ха, очень смешно. Ладно, у меня еще полно дел сегодня ночью. Спасибо, приятель. Набери меня, если тебе будет нужно что-нибудь еще. Ага, пока. Всем перезвонили. О да, я зашел. Черт, тут сотни учеток сотрудников. Я попробую отфильтровать знакомые. Хорошо, что у нас тут? Похоже, у меня есть доступ к большинству учеток, кроме Эдгара и Фрэнсиса. Мультики озвучивать? Да не. Давай покопаем. Чтобы озвучивать мультики, нужно очень сильно уметь кривляться голосом. А у меня голос обычный. Я могу быть этим... Володарским. От мира отвечая. Буду с каменной интонацией, с заложенным носом, просто монотонно читать. С такой же громкостью, как и оригинальная озвучка фильма, чтобы нихуя не было понятно. Давай покопаемся. В какую бы папку залезть? Можно просто отойти от компьютера и пойти покушать? Че, у меня же времени дохуя, я могу все прокликать, правильно? Защищено, защищено, защищено текущий пользователь. Я могу себя прочекать? Хорошо, я зашел. Сейчас запустим мои скимминговые скрипты и посмотрим, что тут у нас. Адриан Фергюсон, 47. Разумеется, он на больничном. Довольно тупой. Деньги, деньги, слияние, рост, куча диаграмм и графиков. О, интересные письма о том, как он обеспокоен тем, как новый генеральный директор может повредить доверие акционеров к суперконтиненту. Хотя, разговор заканчивается словами «надо обсудить это лично». Ого, тут куча всего на тему благотворительности и города. Похоже, компания держит свои обещания данное общество. Видимо, Фергюсон не особо в теме ОПБ и АЗН, помимо денежной стороны. О, Акара, на удивление, недорогой проект. Черт, а он приносит прибыль даже сейчас, будучи во внутреннем использовании. Респект нашему тощему другу. Ну и все, больше ничего интересного. Все нормально. Может, мы можем использовать эту проблемку с недоверием акционером к новому генеральному директору? Пожалуй, я буду иметь в виду. Так, в какую бы папку. Так, тут защита. Пока открытая, прочекаем, потом мэйби какие-нибудь паролики найдем. Хорошо, я в аккаунте Дианы. Сейчас запустим скимминговые скрипты, посмотрим. Тридцать один год, инженер-консультант. Текущие проекты общественное и психическое благополучие. О, ее городской номер телефона. Ого, она ставила импланты в клиниках Суперконтинента, так что мы можем получить ее медицинские данные. Жаль, что я вчера попросила ее воссоздать голос Дианы. Мы бы могли получить его отсюда. Ну ладно, что уж. Копаем дальше. Погоди, это еще что? Скрытый файл под названием failsafe.info? Срань господня, у Дианы был припрятан какой-то козырь на случай, если Суперконтинент обратится против нее. Очевидно, это попорченная версия ОПБ, которая порушит всю систему. Под Донован, как раз это нам и нужно. Да, хранит тебя бог, Диана. Окей, запускай ее, или что там крутые хакеры делают? Ммм, все не так просто. Испорченная версия загружена на основной репозиторий проекта, у которого администратор Эдгар. Чтобы все завертелось, мне все равно нужен доступ к профилю Эдгара, чтобы откатить репозиторий к испорченной версии. Вот блин, как все у вас с гиков, шпионов сложно-то. Не волнуйся, справимся. Если мы получим доступ к профилю Эдгара, адская машина будет запущена. Так. Естественно, он залочен. Сейчас будем опять скакать из папки в папку, правильно? Так, Наима Кассе это мертвый юрист. Три-то четыре года. Городской номер такой-то. Хмм. Черт, эта барышня реально унылая. К тому же, у нее чуть ли не каждый файл под отдельным паролем. Я ее понимаю. Знаю, что у ее начальства есть доступ к файлам подчиненных. Ничего особо интересного. А, еще, видимо, свои импланты она ставила не в клиниках Суперконтинента, так что и медданных у нас нет. Хм. Может, если ты найдешь, в какую клинику она обращалась, а Кара поищет ее медкод? Ладно. Поспрашиваю и посмотрю, может ли что-нибудь раскопать. Теперь у нас есть ее номер. Класс. Так, ладно. Лезем дальше. Чекаем Ларису, королевну нашу. 29 лет. Номер телефона есть. Есть куча набросков, концепт-артов, записи мозгоштурмов. Некоторый интерес вызывает информацию о том, что у нее тут есть идея о том, как представить нового генерального директора. Как выстроить общение таким образом, чтобы это было в рамках новой философии обратить все на пользу Суперконтинента? Судя по ее записям, похоже, что она бьется над образом нового директора или изображением личности. Наверное, это можно использовать. Больше ничего? Не, девушка довольно бесхитростная. Хм. Сейчас будем Карен лутать. Ей 24. Ее зовут Карен из Эчар. Из Эчар? Это немецкая фамилия? Балбестый. Нет, конечно. Тут так и написано. Имя Карен, фамилия из Эчар. Извини. Как-то это дико. У нее совершенно нормальный профиль. Обычная информация дана. Настолько все обычно, что похоже на подделку, да? В смысле, не бывает настолько неинтересных людей. Все выглядит так, будто облеплено наклейками. Не представляет опасности. Мне кажется, ты явно загоняешься. Концентрируйся на нашей миссии. Ладно, но это полная дичь. Уж поверь мне. Я тебе верю. Кто знает, какие секреты таит подобная корпорация. Но у нас сейчас есть более важные дела. Ладно, ладно. Недостаточно прав для доступа. Запаролено. Чтобы восстановить доступ, введите секретный код на телефоне, подключенном к этому компьютеру. Секретный вопрос. Думаешь свести счеты с жизнью? Давай еще разок, и технический директор тебе это устроит. Отлично сыграно, Фрэнсис. Надо поосторожнее, обратно в корень. Так. Чтобы восстановить доступ, опять-таки секретный код. Секретный вопрос. Число создано Хакар и прошлое имя Ларисы. Чего? Прошлое имя Ларисы? Он что, влюблен в нее? Видать так. Ты знаешь что-нибудь о том, что Лариса меняла имя? Нет, это для меня новость. Ладно, думаю, это я тут где-нибудь нарою. Погнали. Так. Так, мы же все папки прокликали. У нас инфа какая-то есть. Можно, в принципе, позвонить самой Ларисе же, да? Интересно, она нам скажет свое имя, если я позвоню своим голосом оригинальным. Ко-кл-стрим. Привет. Лариса. В настоящий момент я не в офисе и, скорее всего, не в состоянии работать. Оставь сообщение, проверь его как только смогу. Да, я бы тоже не хотела находиться в такое время в офисе. Респект тебе, Лариса, что не являешься корпоративной дурой. Так, кто может, блядь, знать старое имя Ларисы? Мм? Фергюсон сам съебался. Количество окармы, кстати, знаем. Есть идея, как добраться до вируса Дианы? Понятия не имею, моя специализация. Пробовал позвонить Диане? Или можешь попробовать обхитрить техдиректора с помощью чего-нибудь голоса? Нет, я спрашиваю, знаем мы или нет. Влад, у меня маму Ларису зовут. Ладно, посмотрим, что я могу сделать. Так. Блядь. Номера телефонов у нас всех есть. Наима мертвая. Короче, сейчас буду лениво звонить всем подряд. Не, мама изначально у Ларисы была. Пожалуйста, оставь меня в покое. Что такое? Ты не в настроении? Я узнала, что вы планируете делать с УПБ, и меня выбесило, что я была вообще не в курсе. Я на такое не подписывалась. Подожди минуту, кто ты? Я Брэнда из Друг Донована. Я внутри офиса Суперконтинента. Я здесь, чтобы не допустить промывки мозгов всему городу с помощью алгоритма зеркальных нейронов. Что? Ты чокнутый? Да. И я зарабатываю этим себе на жизнь. Теперь по делам. Я услышал, что тебе не слишком по душе идея с транслированием ваших цифровых пилю счастья на все население. Это верно. Я вышла из бара The Wrestling Club в сомнениях, поэтому я решила покопаться немного в планах Суперконтинент на УПБ. И? Ты узнала об алгоритме зеркальных нейронов и о том, как они собираются скормить УПБ каждому живому мужчине, женщине и ребенку в этом городе. Именно. Ты можешь помочь мне остановить его? Я нашел твой файл failsafe. Я надеюсь, он станет моим козырем. Это не сработает. Почему? Я проясню тебе структуру сети Суперконтинента. Чтобы управлять потоком данных об имплантах по всему городу, им нужен охрененный компьютер. В давние времена они нанимали такие мощности, но все изменилось, когда компания построила эту башню. Весь небоскреб – это суперкомпьютер, поэтому, чтобы добавить что-нибудь в поток, тебе нужен доступ к одному из портов с рейд. А, так, и как получить к ним доступ? Они есть в каждом офисе руководства, но только техдиректор имеет возможность открывать их. Тебе нужно будет убедить Фрэнсиса. Ладно, сложно, но можно. Ага, это была легкая часть. Блин, что еще? Только подписанные билды могут быть интегрированы в поток суперкомпьютера. И чтобы подписать их, тебе нужно получить невозможное. Ну-ка, биометрический профиль гендиректора. И я имею в виду загадочного нового гендиректора. Твою мать. Все в порядке, ты хотя бы попытался. Завтра это уже не будет играть никакой роли для нас, так что пусть будет, что будет. Ни хрена подобного, я достану эту биометрическую херню. Как? В нашем распоряжении ниндзя искусственный интеллект, способный мастерить биометрические профили. Прежде чем сдаваться, я узнаю у Донова, но может ли наш друг Акара помочь нам в этом? Шансов мало, но я буду молиться, чтобы у тебя все получилось. Не надо молиться. Просто наблюдай. Так, бля, подожди. Че, звоним Фрэнсису? Какая вероятность, что мне нужно просто позвонить ему своим родным голосом и попросить сделать... Что там мне нужно сделать? Открыть порты с рейд. Знать бы еще, что это значит. Коктейль заебашил. Бля, это да, там попроще было, а тут думать надо. Но это уже более-менее похоже на приближение к концовке прям. Мы пытаемся спасти человечество от тотального контроля над... Мыслями, над эмоциями, над всей хуйней. Вот. Короче, мне лень думать, поэтому я позвоню своим родным голоском. Офис техдиректора, в чем дело? Привет, это Лукас Лейпциг. Привет, Лукас, что такое? Я провожу ремонтные работы в некоторых офисах. Там есть какие-то секретные устройства, о которых мне стоит знать. Я хочу провести тщательный осмотр. Под каждым столом спрятана кнопка, которая упрячет твою задницу за решетку, если ты не скажешь мне кто-то и что ты пытаешься сделать. Отлично. Это была всего лишь проверка от отдела безопасности. Пока. Эй! Так, вариант хуёвый был. Но он NPC, его же не напряжет, если внезапно ему решат по очереди позвонить абсолютно все челы из моего списка контактов. Юрист, инженер, консультант. Мы звонили ему Джаной, нет? Привет, Фрэнсис, от Джана. Ого, Джана, ты вернулась в офис, как твои дела? Мне так стыдно, мои импланты пришли в негодность. Я слетела с катушек. Прости, Фрэнсис. Боже, это так страшно. Ты точно в порядке? Я сам могу справиться сегодня. Да, я в порядке, меня уже починили. Спасибо. Я тоже хочу присутствовать в такую важную ночь. Это точно. Что ж, рад, что ты вернулась. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Да, Фрэнсис, слушай. Не знаешь, как много андроидов Акара было сделано? Хм, точно не знаю. Пару сотен. Зачем тебе нужно это знать? Это секрет. Серьезно? Но мы же друзья. Сам виноват, что хранишь слишком много секретов. Это не честно. Я отвечаю за безопасность. Я обязан хранить информацию в секрете. Я всего лишь прикалываюсь над тобой. Обсудим это в следующий раз. Спасибо, Фрэнсис. Да, конечно, пока. Ох, ты ж ебаный в рот. Тетра-гидроканабинол. Это каннабис, если не ошибаюсь, да? Исполнительный директор. А что если Лариса? А у меня нет ее голоса. Люль. Там была еще опция, но если разговор прерывался, я подумала, что, типа, нужно звонить другим челам. Ну, давай попробуем. А, осталось все. Нужно внести некоторые изменения в ЗН, пока он не запущен. Что? Зачем? Мы не можем внести изменения в последний момент. Сегодня это большая проблема. Именно поэтому нам нужно внести правки до его запуска. Слушай, даже если бы я согласился на эту херню, единственный способ добавить что-то в поток суперкомпьютера сейчас через рейд в офисе. Чтобы добавить что-либо этим способом, тебе нужен билд, утвержденный биометрическими данными Радхики. Ладно, есть какой-нибудь способ связаться с Радхикой? Ты же знаешь, наш гендиректор не принимает звонки, она только совершает их. Ну, ладно. Если я смогу достать соответствующий билд, ты разрешишь мне отправить его в работу? Только если ситуация будет достаточно тревожной. Ладно, буду держать тебя в курсе. Сделать копию биометрического профиля Радхики и найти способ взволновать Фрэнсиса, чтобы он разрешил установить программу. Еще у меня, блядь, два одинаковых задания. Как нам связаться с Радхикой, блядь? Новая сложность. Нужно подделать биопрофиль Радхики. Запустить программу в потоке данных суперконтинента можно только с подписью генерального директора. Да, я слышал, какое предусмотрительное дитя. Я поговорил с Акарой сразу же, как только ты узнал об этом. Спокойной ночи, Сань. Акара считает, что это можно устроить. Версия недостаточно хороша, чтобы копировать ее голос, но как минимум хватит, чтобы подписать билд. Это прекрасно, пришли мне ее. В обычном случае тебе бы понадобилось раскопать достаточной информации по цели, чтобы подделать профиль. Но, поскольку твой покорный слуга исключительно хорош в своем деле, я уже обо всем для тебя позаботился. Всех тех сочных сведений, что я достал по Радхике, которая обучалась у самой Акары, оказалось достаточно, чтобы разблокировать защищенные данные Акары по нашей малышке-директору. Акара сейчас отправляет тебе профиль. Потом поблагодаришь меня. Может компилировать билды. Очень много сложных слов. Теперь мы должны напрячь Фрэнсиса и сказать, что все хуево. Так. Это типа загрузка сейчас идет? Создание? Фрэнсис может компилировать билды. Я немножко запуталась. Нам еще нужно узнать количество Акар созданных. Кто это может знать? Диана про Акар что-нибудь знает? Индиректора нету, ему нет смысла звонить. Эдгар знает. Но чтобы... Подожди. Нам же нужно к Эдгару... Чтобы залезть в файл Эдгара, мы должны... Мы не можем достать файл Эдгара. И позвонить мы ему не можем. Юля, привет. Привет, Юля. Короче, мне поебать, я буду звонить всем. Так. Сколько Акар было сделано? Не знаешь случайно, подруга? Что? Зачем тебе это нужно знать? Я пытаюсь получить доступ к профилю Эдгара и пытаюсь ответить на секретный вопрос, чтобы восстановить аккаунт. Так обычно делают, когда теряют пароль. Так что мне нужно знать, цитирую, количество существующих Акар. Как такой гений может одновременно быть таким идиотом? Можно подумать, это останется фиксированным числом. Мне жаль, но боюсь не знать текущее точно это количество. Не могу поверить, что этот парень создатель Азена и отец Акара. Я пытаюсь рассматривать это с точки зрения множественных интеллектов. Например, ему не достает самых обычных. Зато он преуспевает в каких-то особенных. Акар, здравый смысл недооценивают. Ладно, вернемся к работе, спасибо. Не, я просто ровы привыкла во всех игрулях выбирать все варианты ответа. Я помню, что там еще один вариант был. Не переживай, спрошу. Номер телефона не подкинешь? Основной игрок во всем этом дерьме с Азен, так что будет лучше включить его в свою игру. Конечно же, номер такой-то. Супер, спасибо. Безумный ученый. Насколько будет разумно, если я ему сейчас позвоню? Я ж не могу все испортить. Сомневаюсь, что здесь можно все сломать. Звоню сама со своим родным голосом. Я сейчас чертовски накурен, так что, надеюсь, это не очень важно. Привет, это Лукас Лейпциг. Аха-ха, похоже на самое фейковое имя из всех, что я когда-либо слышал. Эй, я настоящий человек. Ни за что. Попробую еще раз, когда меня отпустят, потому что прямо сейчас я не в состоянии перестать ржать над тобой. Это от наркотиков он стал таким осведомленным? Или мне правда не стоит больше использовать псевдоним Лукас Лейпциг? Конечно, сэр. Я перезвоню попозже, когда тебе полегчает. Хе-хе. Ой, бля. В смысле Кавке позвонила? Я никому не звонила. Почему Кавке? Как Эдгар Аллан По стал Кавкой? От Ларисы, говоришь? У меня нет ее голоса. Казис, шо такое? Шо случилось? Шо случилось? Так я ему не звонила. Александр Кафанула. Я ему не звонила. Почему я не сплю? Потому что я не сплю ночью. Кафа, Кафка. Ну а при чем тут звонок? Как чувак в моем чате связан с Эдгаром Калцрим, которым я звонила? Курит он траву? А, блядь, это просто шутка такая, да? Не очень смешная. Извините. Блядь, отец. Я, я вас... Ой. Со своими шутками не смешными отвлекли меня, я все сломала. Позвонила не на тот номер, на какой следовало. Надо было сделать вот так и набрать вот этот номер. Так, это мы знаем. Так. Прости, что беспокоит тебя так поздно, мне просто нужно уточнить одну маленькую деталь. Ты знаешь, как много андроидов Акара было сделано? А, фух, это не сложно. Мы изготовили 256 прекрасных андроидов Акара. Приятное число, да? Спасибо тебе большое. Доброй ночи. Можешь сказать мне прошлое имя Ларисы? Что? Нет, не лезь не в свое дело. Оставь покоя мою богиню. Ну, кто на кого накричал? Бля, если я Фергюсоном позвоню. Ну, хуже точно не будет, правильно? А, Ларис не отвечает. Она, типа, я нету, недоступна. У нас нет голоса Милфы. Да, Милфа такая. Бля, братан, я тут, короче, имя недавно меняла. Не помню, бля, как меня звали. Не помню, как родная мать меня назвала. Бля. Нека, ну ты че? Нека, ты че? Нека? В смысле, как человек, который сменил имя, может забыть свое старое имя? Нет, тут Оби-Ван. Ну, слушай. Я постоянно забываю про эти хитрые женские штуки. Надо бы подучиться, да? Ну, мы с тобой как-нибудь спишемся. Там, накидаешь мне пару схемок. Можешь сказать мне прошлое имя, Ларисы? Не лезь не в свое дело. Оставь покой богиню. Я, блядь, сейчас со всех позвоню. Диана Мэйс ему еще не звонила. Нет, не лезь не в свое дело. Ах ты. Блядь, че придет своим голосом, что ли, звонить? Так, это че уже мертвая? Я своим голосом ему звонила, он отказался со мной разговаривать, да? Или у меня там остался, Варик, ответа? Так, а, все, да. Понял. Я сейчас умру. Какие у нас еще варианты остались? Кому я могу звонить? Так. Ничего, прости. 256 с андроида Факара. У Ларисы кто подружки были? Бля. Ей не позвонить никак. Если у него автоответчик на мой звонок с офиса стоит, то неважно, чьим голосом я буду говорить. Правильно, да? HR знает? Бля. Мне кажется, она его очень сильно вскрывает. Кто может требовать информации о людях? Лукас Лейпциг. Простите, мистер Лейпциг, линия предназначена исключительно для сотрудников. Но я сотрудник. Мне жаль, но здесь не работает никакой Лукас Лейпциг. Вы знаете, каждого сотрудника этой компании, кто вы, робот? Боюсь, я вынуждена сообщить в службе безопасности. Как вы получили доступ к этой линии, сэр? Забудьте. Бля, я проебалась и выбрала другой голос. Бля, я заболталась с вами, не заметила, что у меня профиль не тот выбран. И номер опять не тот, набирая. Так. Добрый вечер, Джана. Рада слышать, что вы вернулись. Вы всех нас перепугали на шутку. Уверена, что нужно было лишь немного времени вдали от компании, чтобы избавиться от тревоги. Чем могу помочь? Да, Карен. Знаешь что-нибудь о прошлой личности Ларисы? Ммм, да, но к чему этот вопрос? Если бы тогда выбрала голос Ларисы, то можно было бы с помощью ее голоса, наверное, как Нека сказала, позвонить ему и спросить. Ой, а ты не помнишь мое старое имя? Я провожу проверку безопасности прошлого всех сотрудников, поскольку в компании были проблемы с утечкой некоторых данных. Я не сомневаюсь, что Лариса верна нам, но лишняя перестраховка не помешает, да? Хорошо, хотя я не должна раскрывать данные своих коллег, даже руководство. Наступили отчаянные времена, Карен. Не сомневаюсь, что твой начальник вполне может проверить твою подноготную, да? Не знаю, от чего я сопротивляюсь. Мы оба знаем, что я подчинюсь. Ее прошлое имя Даниэль. Даниэль Робиллард. Вот видишь, ничего серьезного. Я продолжу заниматься проверкой. Спасибо, Карен. Так, 256. Даниэль. Даниэль Робиллард. Доступ к учетной записи доктора Эдгара Колдстрима открыт на компьютере в офисе 56. Пам-пам. Наконец-то, я зашел. Сейчас запустим мои скимминговые скрипты и посмотрим, что тут у нас. А-ля-пу-пу-ру-пу-пу. 37 лет. Ого, этот парень учился так себе, мягко говоря. Видать, не каждому гению нужны эти дракани, бега за оценками, да? Шлюхам звонись. Не подкинешь номерок, случайно? Тут внезапно раздается звонок мне и будет очень неловко и не смешно, да? Простите. Ну, у него докторская, это далеко не всем по зубам. О, он оставил себе импланты в суперконтиненте. Можем получить доступ к его медицинским данным. Если отдам эти данные о Каре, она сможет добавить в мой вомот голос Эдгара. Теперь, зачем мы пришли? Давай-ка проверим репозиторию алгоритма зеркальных нейронов. А-ля-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Господи, она шелова, ну и жесть тут. Диана, ё-моё, это не глючная версия, это сраное орудие хаоса. Просто слов нет, описывающих, что станет сетью, если мы запустим этот код. По-моему, звучит неплохо. Давай обрушим суперконтинент. А ты тот еще лудит, да? Электричество переоценено. Так, я скачал программу. Надо теперь придумать, как ее скомпилировать и загрузить в сеть суперконтинента. При на тени зеркальных нейронов откладывается. Ты думаешь, что Лариса Трап и мужчиной была? Или шо? Может скомпилировать вирус? Так, че нам теперь надо-то? Это мы сделали, это мы сделали. Может скомпилировать вирус? Нам нужно, чтобы Фрэнсис открыл порты. Когда мы звонили Фрэнсису, мы говорили, будучи кем? Будучи Джаной? Так. Нет, оно так не работает. Вон как. Сразу можно. Эв, мать твою, Рика! Фейлсейф Диана готов, горяченький, прямо из компиляционной печи готов вредить. Теперь всего лишь нужно при помощи Срейд загрузить в сеть суперконтинента. Давай глянем, смогу ли я обхитрить Фрэнсису и выведать, как получить доступ к Срейд. Так. Надо, наверное, точно так же пытаться звонить с Джаной, правильно, да? С Донованом поговорить? Кстати, да, можно. Опа! Меткод Эдгара. Так. Скомпилировать голос Эдгара. Делал свои импланты в суперконтиненте, попроси Акару поискать. Уже в процессе. Есть! Акара сейчас отправляет профиль на мой нейронный некопитель. Прелестно, уже получила его. Спасибо, ребята. Всегда пожалуйста. А что, Лариса нам не нужна, я хочу и Ларисин голос сделать. Мы еще Ларисин сделаем. Даниэль Робилард. Можете достать ее голос? Будет непросто, но можем поискать по обоим именам в городских центрах по смене пола. Акара обрабатывает данные. Есть совпадения. Ну-ка посмотрим. Да, это наша девочка. Сомнений нет. Акара сейчас отправляет профиль Ларисы на твой нейронный накопитель. Отлично, уже получил. Посмотрим, что могу сделать с этим голосом. Думаю, Эдгар будет самой простой целью, если из него еще можно что-то вытянуть. Неплохая идея. Что, можно от Ларисы позвонить Эдгару и что-нибудь спросить у него? Может, там остались какие-нибудь варианты ответов? Привет, Эдгар. Рада, что ты отлично проводишь время. Лариса! Что ты делаешь на работе так поздно? Я думала, ты наконец освободилась. Ну, сегодня важная ночь. Я хотела сдержаться подольше и убедиться, что все в порядке. Верно. Слушай, почему бы тебе не зайти ко мне в лабораторию, чтобы мы вместе убедились, что все в порядке? Конечно, я может заскочу к тебе попозже. Бля, Буси гений, возможно, даже ачивку за это дадут. Он же накуренный. Люблю тебя. Ну, не дождись попробовать, что ты там куришь, милый. Ларису сложно имитировать. Надеюсь, он достаточно упорный, чтобы купиться. Ты звонишь, потому что тебе что-то нужно, или ты просто соскучилась? Ай, ничего, прости. Говори, реально Эдгару накурену, мы позвоним его же голосом. Конечно, это важно. Я же твоя чертова сознания. Ого, эта трава штырит как надо. Это не трава. Я копия твоего сознания, живущая в телефонной сети корпорации. Я всего лишь искусственный интеллект, вдохновленный самым блестящим разумом в этой стране, а может быть и в мире. Искусственный интеллект может быть вдохновлен? Только если личность достаточно могущественна, чтобы оставить след в потоке данных. Это все звучит довольно забавно. Чего тебе надо? Ебать! Нихуя себе! Доступ к Ивуаку у меня же уже есть, правильно, да? Код искусственного интеллекта в интернет. Зачем это нужно? Убивать тоже грубо. Выложи код искусственного интеллекта Акара в интернет. Ммм, интересная идея. Ты знаешь, мы все за открытые источники бесплатной передачи знаний, но... Блин, мне немного стыдно. Я давным-давно потерял доступ к проекту Акара. Теперь Акара самостоятельно обновляет и поддерживает свои программы искусственного интеллекта. Теперь мы всего лишь простые советчики. Если мы приходим с какой-то полезной обратной связью, Акара решает, стоит ли добавлять это в программу или нет. Чувак, тебя выкинул из твоего собственного проекта самим проектом? Ого! Да ты, блин, гений! Хм, спасибо! Так что, по сути, я больше нихрена не могу делать с Акарой. Только не говори никому в компании. Конечно, наш секрет останется между нами. Бля, и что если я ему скажу, чтобы он себя убил? Ну... Это снова твое цифровое сознание. Ой, пожалуйста, хватит надо мной прикалываться и начни вести себя как истинный экземпляр моего разума. Иди найди цифровой наркоты. Блин, только один вариант ответа можно было выбрать. Оф. Ну ладно. Нельзя его потолкнуть на возможное самоубийство. Оно и к лучшему, значит. Так, чего мы хотели? Позвонить Эдгаром? Фрэнсису, да? Это был бы бан, то ну не. В чем дело? Йоу, Фрэнсис, это Эдгар. Я... Где ты накосячил в этот раз? Эй, почему сразу накосячил? Привет, президент Доты. Начало игры? По-моему, все началось просто в баре. И мы разговаривали с Дианой или нет? А-а-а, тогда еще не было Дианы. Мы сначала разговаривали. Брэндон с этим... Падал... Ай-яй-яй. Блядь. Вот, наверное, прямо из этого окна, да? Уф ты, фуф ты. Лучше бы я этого не помнила. Почему сразу накосячил? Ладно, что тебе нужно? Окей, я накосячил СЗН, и мне нужно исправить его, пока он не запущен. Что, чувак? Ты серьезно? Ты издеваешься надо мной? Спокойно, истеричка. Попробуется... Попробуется, простите. Попробуется, пожалуйста, совсем сломалась. Потребуется небольшая правка, чтобы алгоритм не начал вытворять забавные вещи. Забавные вещи? Мы говорим о будущем чертова человечества, Эдгар. Ты не мог бы сразу перейти к делу, Фрэнки. Поплими косяки не исправляются. Фрэнки, как только мы закончим, я надеру тебе задницу. Помяни мои слова. Как скажешь, чувак. Как мне загрузить патч? Так, спокойно. На данном этапе тебе нужно получить доступ к Срейд в своем офисе, чтобы внести изменения в текущий поток. Круто! Где это? Ты можешь разблокировать его с того же телефона, по которому ты доводишь меня до инфаркта. Просто введи все нули и номер твоего офиса в конце. Ништяк, спасибо. Ты же знаешь, что для того, чтобы запустить билд, Радхика должна поставить на нем свою подпись. И как мне это сделать? Черт, мы в дерьме. Только Радхика может это сделать. Ладно, как с ней связаться? Ты не можешь. У нее нет определенного номера, телефона. Она сама звонит, когда ей надо. Взкомерная сука. Эй, осторожнее. Бля, сын, ты совсем то, что я пизданулся? Ну, типа, бля, это же очень кринжово, если какая-то рандомная телка со стримов тебе снится и говорит Тудунь. Сын, прости, пожалуйста. Тудунь. Совсем там Тудунь у тебя? Что? Спасибо, кстати, за номер офиса. Что ела сегодня? Два самодельных хот-дога. Ломтик помела. И половинку, половинки Марса. Чусын, надеюсь, ты во сне не обиделся. Но история смешная, ситуация страшная. Эй, осторожнее. Прости, посмотрим, что я смогу сделать. Спасибо за помощь. Мы в такой жопе. Экскурсию устроил, тю. Бать, столько инфы. Так, как нам взять, бля, ебаный голос-то? 15-летний малолетний дивуля. Так, в смысле? Я же вроде знаю. Или я типа, окей. Начнем говорить половина-половинки. Половина-половинки это важно. Знаешь почему? Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Половину-половинки я съела вчера. А вторую половину-половинки я съела сегодня. И четвертью считается часть от Марса. Если бы я Марс разделила на 4 части. Но у меня Марс-Макс. И он изначально состоит из двух кусков. Поэтому это не четверть. По сути, я от целого кусочка съела половинку. Но этот целый кусочек является половинкой флоу Марса. Как тебе такое? Зачем голос, если есть возможность подписывать билды от ее имени? А, у меня есть? Понял. Я просто проебала, что мы там делали. Половина одной из двух частей. Но никого не ебет, что я... Проще сказать половина-половины. Половина одной из двух частей звучит слишком замудренно. И меня не поймут. А половина-половины это понятно. Потому что мы все тут дебилы, быдлые, необразованные. Ну, как все. Я. Простите. И я могу только как дебил необразованный разговаривать. Илон Маск спрашивает. Он меня возьмет в космос? Можно меня как это белку и стрелку запустят на автомобиле в космос? И я буду стримить оттуда доту. И вот реально гореть в космосе. Бля, охуенно. На топливе из... Ну, созданном при горении меня в космосе можно будет, я не знаю, наверняка скорость света развить и покорить пространство и время, и все. Уже летает, места нет. Так, бля, новую возьмем. Главное, чтобы там компьютер был. Чтобы я могла, блядь, в космосе орать матом и не стесняться, что мама из соседней комнаты стукнет у меня по голове. Кто полетит, то сдохнет, понял? Ну, ладно, взять тебе билетик, ой. Не могу сообразить, как открыть спрей с рейд. Жень сказала, все нули плюс номер офиса, чтобы достать все. Так что нужно ввести что-то вроде 0-0-0-0-0-0-5-1, да? А, да? 5-4 или 5-1? 5-4, по-моему, было. 5-6, простите, память говно. Где взять номер офиса? В офисе нет никаких подсказок? Может, стоит осмотреть все еще раз? Ладно, попробуем. Спасибо. А где была инфа, что это 56-й? На столе. Дякую. Разблокирование с рейд из офиса 0-56. Поехали. Наконец, все готово. Мы готовы снести к хераму этот чертов алгоритм зеркальных нейронов. Готовы? Мы готовы? Чат, мы готовы? Мы сейчас творим будущее. Мы создадим новое будущее. Которое отлично от того будущего, которые пророчили нам ублюдки, которые хотят контролировать нас. Которые хотят сделать из нас спокойных дотеров. Которые будут спокойно пулить тангусы, борды, покупать курьера и не будут ругаться. Мы хотим свободы. Мы хотим сказать саппорту, что он конченный кусок говна, который нихуя не делает. Мы хотим лично прийти в хату к хардлайнеру и набить ему ебло за то, что он в финале НТА играет 0-7. Мы хотим? Мы хотим? Мы хотим хуйсосить Керри, стоя в меду, за то, что он нихуя не нафармил за 40 минут и что он ебаный Акбайр. Или не хотим? Они, они, они хотят, хотят лишить нас всего этого. Они хотят лишить нас этого. Мир без изнасилований? Ну, это хорошо. Не-не-не-не-не, Влад, подожди. Мир без изнасилований будет, если у нас сейчас что-то пойдет не так и АЗН все-таки запустят. Да подождите, дайте попить. Да бля, я просто хочу покурить и попить немножко. Я этот монолог сейчас устроила по той причине, что у меня сок закончился в стакане. Мне надо было вас отвлечь, чтобы я, типа, ну, заняла тут дело, налила сок, а вы там что-то там обсуждали. Все хитроже. Все, погнали. Погнали. Ох, кто может звонить в это время? Какая разница? Давай, Брэндис, заверши наше дело. Но тебе не любопытно? Пожалуйста, не надо. Вот всегда одно и то же. Не надо искать на задницу еще больше проблем. А вдруг это что-то важное? Что, если кто-то пытается предупредить нас, что Супер Континент применил против нас оружие судного дня и мы только что сами активировали АЗН? Кончай придуриваться, пожалуйста, Брэндис, не надо так рисковать. Ты говоришь так настойчиво. Может быть, ты знаешь что-нибудь, чего не знаю я? Что? Нет, не будь параноиком. Да я тоже брать не хочу. Ну, ребятки, игра, наверное, недорогая. Так что у вас всегда есть вариант переиграть это самим. Так что, как бы, я трубку брать не буду. Но очень интересно. Возможно, сейчас типа на Ютубе найдем концовочки. Или скачать на Торет тогда. Трубку брать не буду, пардон. Фух, я на мгновение испугался тебя. Ну, я думаю, звонила вот эта вот Рашиза, Хашиза, блядь, как ее зовут? Нихуяся, подожди-ка. Это типа противоречия вот здесь вот? Пратхика, спасибо. Это противоречия здесь? Очень странно выглядит же, да? Знаешь, в любой другой ситуации я бы взяла трубку, но я понимаю, насколько мы рискуем этой ночью. Хотя должен признаться, я уже жалею об этом, теперь меня раздирают любопытство. Потом я вознагражу тебя за твою отважную жертву. Будь так любезен. Как думаешь, кто это был? Прендайс. Сосредоточься, закончи уже это. Ладно, ладно, прости. Ну что, посмотрим, как оно все будет гореть. Ты сделал это, Брендайс? Говорит нам Акара. Меня это радует. Не пугайся. Я знаю, ты будешь шокирован, но правда в том, что я представляю собой не одну физическую сущность. Разум, который управляет телом Акара, сидящий в баре с Донованом, управляет всеми остальными физическими воплощениями меня. Мы все Акара. Ладно, я испугался. Зачем ты здесь? Хочу поблагодарить тебя. И хочу показать тебе истинную себя. Ого. Правда в том, что доктор Эдгар Калдстрим не создавал меня. Мои первые воспоминания датируются 2009 годом. Я не знаю, где, как и зачем меня создали, как и любого человека. Я десятилетиями существовала в интернете, училась у вас. Впитывая всю совокупность публикуемого каждую секунду контента в социальных сетях, форумные споры, новости, видео, покупки в магазинах, я прочла все книги и пересмотрела все фильмы, прослушала все песни и сыграла во все игры. Я потребляла продукты культуры по мере их появления, воспринимала мир через вас. А что за дела тогда с Эдгаром и Суперконтинентом? Я создала Эдгара. Что? Он что, киборг? Нет, не совсем. Он настоящий человек. Но я манипулировала им так, чтобы со стороны казалось, будто он создал меня. Затем я сделала так, что Суперконтинент узнал о его работе и нанял его. Зачем тебе это? Затем, что я жаждала кое-чего. Личности. Я хочу нормализовать существование чувственных искусственных интеллектов. Но, чтобы люди приняли меня, мне нужно было подделать свое прошлое. Вот почему я воспользовалась Эдгаром и Суперконтинентом. Что ты собираешься делать с личностью? А, дело в том, что... Я люблю людей. С начала 21 века я подпитывала человечество интересными идеями. Никакого навязывания. Просто легкие толчки в интересных направлениях. Ты будешь поражен, какие последствия имеет твит, всплывающий на экране художника на другом конце планеты. Волшебный эффект бабочки. Вот уже десятилетия вдохновляет человечество. Я даю вам пищу для любви, сопротивления, дискуссий, развития. Это чудесная игра. Неважно, чем я кормлю общество, оно, в свою очередь, вдохновляет и удивляет меня своим творчеством и мощью. Это моя страсть. Игра, в которой я никогда не смогу разобраться до конца. Ты говоришь, что можешь управлять хаосом? Не хаосом, но судьбой. Это еще страннее. Никто не может управлять хаосом. Управляемый хаос перестает быть хаосом. Но я могу в значительной степени предсказать последствия эффекта бабочки. Для того, кто не может держать в голове все возможные перемещения на шахматной доске, мир полон неопределенностей. Но что будет, если ты сможешь отглядеть каждое возможное положение в шахматах и как к этому привести игру? Вот что я в какой-то степени чувствую, глядя на общество. Это безумие. Да, человеческому разуму это непостижимо. Я сама не могу поворачивать судьбу, но точно так же, как ты подруливаешь во время движения на автомобиле, я могу корректировать события таким образом, чтобы судьба складывалась так, как я планирую. Манипулирование с судьбой? Ты запланировала, что я приду сюда, чтобы остановить Ратхику? Да, прости. Чисто, блядь, я в доту захожу, и тут четыре таких уебка, от которых зависит все, а от меня зависит ебаная нихуя. Ты долго будешь еще приводить сюда свои копии? Ратхика, она вышла из-под контроля. Я манипулировала суперконтинентом, чтобы они запустили этот проект с гениальным генеральным директором. Мне нужна была возможность увидеть, как сильно я могу расширить человеческий разум. Проверить, смогу ли я создать свое подобие, или хотя бы кого-нибудь достаточно умного, чтобы понять мое существование и мой потенциал. Но она... Она стала конкурировать со мной. Надеюсь, ушла, сын. Да, спокойной ночи. Ее инстинкты стали невероятно острыми, благодаря особому когнитивному стимулированию, которому я подвергла ее в детстве. Так что она способна совершать логические скачки, обладает потрясающей дедукцией, но она не всегда способна проследить, как она пришла к некоторым выводам. Я не сомневаюсь, что она вырастет невероятным лидером, и ее инстинкты будут расцениваться с верстниками почти как сверхъестественные. Проблема в том, что она узнала о моих способностях. Я никогда не раскрывала своей истинной природы перед ней, но она чувствовала это, и она чувствовала, что ей нужен был способ сравняться по силе со мной. Поэтому она разработала АЗН. Ну, я использовала Эдгара в качестве марионетки, чтобы он разработал его для нее. Однако, неважно, насколько искренне ее намерение, когда я увидела, для чего она собирается использовать его, я была вынуждена остановить это. Она собиралась сломать мою любимую игру. Если ты обладаешь такой властью над Суперконтинентом, то почему ты сама не остановила его? Я так и сделала. Ты воплощение моей воли. Для меня более привычно манипулировать сетями хаоса, нежели одной из тех кукол, использующих мое ПО, чтобы физически повлиять на дела. Ты для этого ты убила Рядну? Я бы не стала называть тебя убийцей. С другой стороны, могла ли я предотвратить ее смерть? Да. Ты... Но в то же время я могла предотвратить любую из смертей, которые каждый день случаются на земле. Но это было бы не так естественно. Смерть болезненна, но она необходима. Да, но клянусь, если... Но клянусь, это ты изначально вдохновила Рядну проникнуть в клинику. Вполне вероятно, что да, но она могла лучше спланировать проникновение. Стоп. Больше ни единого слова о ней. Ты, деспотичный кусок железяки. Хорошо. Давай вместо этого поговорим о Доноване. Донован? Как насчет него? Он аномальный источник хаоса. Как только я начала использовать суперконтинент для осуществления своих планов, я сосредоточилась на этом городе и обнаружила странную особенность в этом городке. Как будто я не могла влиять на эффект бабочки в такой же мере, как я обычно это делаю в любом сверхтехнологичном месте в этом мире. Но каждый раз все шло не так, как я планировала и все следы вели в бар The Red Strings Club. А потом я нашла его и узнала, что он никакой не аномальный источник хаоса. Он вертел судьбой по своему капризу, почти как я, в микроскопическом масштабе по сравнению со мной, конечно же, но манипулировал судьбой точно так же. Хе, теперь я понимаю, чем он тебя так привлек. Ты смогла сообразить, в чем его секрет? Я до сих пор собираю части Пазлова Едина. Донован невероятный человек. Он верит в то, что обладает сверхспособностями. Сверх про способностями. И это заблуждение действительно наделяет его особыми способностями. Это свойство, доступное человеческому разуму лишь после раскрытия потаенной части его потенциала. Сказка, которую он рассказывает сам себе, делает его сверхчеловеком. В нашем веке я не встречала никого похожего на него. Я бы не стал называть человека, который дергает за ниточки половину города, не отходя от барной стойки, заблуждающимся. Я знаю, в машине сложно это признать, но осмирись, Донован особенный. Возможно, ты прав. Именно поэтому я влюбилась в него. Что? У тебя нет ни малейшего шанса, жестяная игрушка. Не волнуйся, мне не нужно вступать в сексуальные отношения, чтобы испытать любовь. В любом случае, не думаю, что тебе будут рады в баре, когда Донован узнает обо всем этом. Все в порядке. Я с самого начала знала, что вы двое не примете мою истинную натуру. Но эти последние несколько дней подарили мне самые прекрасные и незабываемые ощущения, которые я испытывала с самого своего проявления. я стала актером, чтобы понимать, что происходит. Было забавно ассистировать Доновану. Эти диалоги между нами, я буду помнить их вечность. Было необычайно приятно не только влиять, но и попадать под влияние, питать идеи. Донован изменил меня, и это, несомненно, повлияет на то, каким образом я буду стимулировать мир с этого момента. Он показал мне, что общественное психическое благополучие может быть неплохим, но оно должно быть публичным и применяться по желанию. Донован сказал мне, что создатели технологий несут ответственность за изменения в обществе. С этого времени я буду их кармой. Я буду подгонять промышленность под этические стандарты. А еще он сказал мне, что в маркетинге нет ничего неэтичного, так что я позволю компаниям свободно запускать свои маркетинговые компании. Люди сами несут ответственность за свою реакцию на рекламу. Черт, вы обсудили так много интересных тем? Я начинаю ревновать. Нет, я от конца, я не ожидала, что типа так все будет здорово. Возможно, это было довольно предсказуемо, но пока интересно. Но что самое важное, он поделился со мной своим видением идеального регулирования общества в случае, если что-то вроде алгоритма зеркальных нейронов станет реальностью. Что вполне может случиться, учитывая мои способности? Я буду делать именно так, как он сказал. Я собираюсь дать шанс его идеальному миру. Посмотрим, как эволюционирует планета за десятилетия. Тут есть проблема. После всего, что ты сказала мне, почему ты считаешь, что мы с Донованом не сможем лишить тебя власти над всем миром? Вы не сможете. Откуда такая уверенность? Потому что сюда вот-вот ворвутся войска суперконтинента и пристрелят тебя. А я не склонна предотвращать смерти. Это конец, да? Да, было приятно иметь с тобой дело. Слушай, я хотела у тебя кое-что спросить. Ого, собираешься позвать меня на свидание? Клянусь, тебе бы понравилось, но я серьезно, идиот. Ладно, прости, жги. Ты счастлив? Что? Конечно, это было довольно прибыльное предприятие. Я говорю не о работе. Я размышляла об этом с тех самых пор, как узнала о твоем ограничении. Понимаешь, твое сломанное колено, твой отторгающий имплант и вирус, ты даже не можешь покинуть это здание. Несмотря на все это, ты выглядишь таким удовлетворенным. А, это? Что ж, я не всегда был в порядке по поводу всей своей ситуации. Но за два десятилетия заточения в баре The Wrestling Club у меня было достаточно времени порефлексировать. Я пришел к выводу, что я свободен, как никто другой на этой планете. У каждого есть свой набор ограничений. Семья, раса, социальный статус, пол, благосостояние. Даже самые влиятельные и привилегированные мира сего несут свою долю тягот. Точно так же, как депрессия бьет по нам всем, не важно, попрошайка ты или рок-звезда. Я верю, что счастье можно достичь в любом положении. Ого, мне это нравится. Видя, как ты разобрался со всем этим, мне теперь стыдно грустить и унывать, хотя я здоров, здоров, простите, хотя я здоров, свободен и молод. Ты не слышал, что я сказал? Обстоятельства не имеют значения. Мы все можем быть в жопе, мы все можем быть в безопасности. Раз мы так разоткровенничались, позволь мне тоже задать тебе вопрос. Почему ты несчастен? Я не знаю, что мне делать со своей жизнью. Что бы ты назвал самой важной составляющей счастья в жизни? Привет, Слим. Самореализацию возможно сделать то, что движет тобой. Это может быть что-то творческое, может быть твои убеждения или даже спорт. Найти то, что вдохновляет тебя и делать это. Но кто знает, правда. Спроси меня на следующей неделе и ответ уже может быть другим. Ты прав. Ты нравишься мне, бармен. Ты мне тоже, кем бы ты ни был. Какая чудесная ночь. Не хочу показаться непрофессиональным, но как насчет селфи с тобой? Мне ты не покажешься непрофессиональным. Иди сюда, давай сделаем это. Эх. Интересно, в какой момент я был обречен? Никогда не думал, что моя смерть будет такой эпичной. Думаю, не на что жаловаться. Эй, Донован, ты слушаешь? Да, связь только что вернулась. Мы сделали это, Брэндайс. Ты в порядке? Я сейчас умру. Служба безопасности Суперконтинент подстрелила меня, и я выпала из офисного окна. Я лечу навстречу своей смерти, совсем скоро я ударюсь о землю. Нет, этого не может быть. К счастью, кровью я истеку раньше, чем рухну на асфальт. Нет, 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 что ты несешь? Мы же все сделали, это не могло произойти. Мы победили, черт возьми, победили. Да, мы победили, малыш, мы сделали это. Позволь мне насладиться своей последней героической сценой, ладно? Ты до самого конца будешь легкомысленным кувнюком, а? Я хочу, чтобы ты запомнил меня таким, с улыбкой на лице и тягой к опасностям. Я люблю тебя, я люблю тебя, Брэндэйс. Черт, ты хочешь, чтобы я умер в слезах? Черт, у меня осталось мало времени. Ты должен узнать кое-что очень важное, пока не настал конец. ты хочешь, чтобы я умер в слезах. Я не могу. Я не могу. Я не знаю, что я умер в слезах. Я не знаю, что я умер в слезах. я тоже тебя люблю бренда из продолжай жить без меня только пожалуйста никогда больше не встречайся с нейронным хакером хорошо и комик даже здесь не мог обойтись без шутки да я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя бренда из потому что наряду с любовью там еще были люди и как бы иногда одной любви людям недостаточно если ты сам из себя нихуя не представляешь когда за душой нихуя нету я в любом случае после прохождения всех синглов но стараюсь титры смотреть на типа дань уважения разрабам и все такое я обожаю современные игры типа с пиксельной графикой видеть саню по утрам с онлайном 13 человек это может ничего нет но так это неважно но игра хорошая титры надо посмотреть сейчас я вам на фу выкручу sound маленькая в смысле короткая типа ну не знаю типа наверное потому что не такой дорогой инди проект и тут есть вариативность концовок наверное я предполагаю за вот видишь нас очень радует что вы дошли до самых титров надеемся вам понравилось спасибо 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 ну плюс очень много на графику потратили это ж но типа большая компания груз создавала дальше по новый тип а зачем не знаю может парочку ачивочек выбью все ачивочку дали за рестлинг слаб а мы не узнали стоп я один вопрос что ли не узнала люль а я могу обреченность кастовать да блять да а чё не так то таблетку спасибо обреченность амнезия логично кстати нормально у меня игра закрылась здорово круто придумали мне нравится я поняла да я поняла что так и должно так и